Все главнейшие иностранные языки можно выучить за шесть лет, но для изучения своего недостаточной и целой жизни, говорил Вольтер. Сегодня каждый народ старается говорить на родном языке и передавать знания молодому поколению. О том, как сохраняют родной язык в Ненецком округе, мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей. Главный консультант отдела по делам коренных малочисленных народов Севера, комитета по делам коренных малочисленных народов Севера и национальной политики, департамента региональной политики Марина Тайбарей и заместитель директора этнокультурного центра Ненецкого округа Ольга Латышева. Здравствуйте, Марина Мартыновна, Ольга Ефремовна. Здравствуйте, уважаемые друзья, жители Ненецкого автономного округа. Сегодня мы рады вас приветствовать в этой студии. Как приятно слушать родную речь, тем более это нечасто бывает. Как мы знаем, центральное событие в сохранении Ненецкого языка – это Дни Ненецкой письменности, которые проводятся в регионе уже с 2002 года. Какие основные мероприятия в этом году? Ежегодно в Ненецком автономном округе проводятся Дни Ненецкой письменности. Проводятся они с 2002 года, 2003, 2006, 2010 году в рамках Дни Ненецкой письменности проводились научно-практические конференции, а с 2008 года Дни Ненецкой письменности стали ежегодными. При департаменте региональной политики Ненецкого автономного округа создан организационный комитет, куда вошли представители органов государственной власти, образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных объединений. Составлен план мероприятий, куда в этом году вошло более 170 мероприятий. В Наринмаре и в поселке Искатели у нас запланировано более 50 мероприятий, в сельских населенных пунктах более 120 мероприятий. В этом году будут принимать участие все населенные пункты, а какого это плана мероприятия? Мероприятия в этом году у нас различные. В Наринмаре у нас будут проходить марафоны в школах Ненецкого языка, выставки картин, выставки книг художников. Круглый стол состоится на тему роли семьи в сохранении и развитии ненецкого языка, традиции, культуры и обычаев ненецкого народа. Состоится семинар учителей родного языка. А какое событие можно назвать центральным, которому будет посвящено очень много времени и которое станет основополагающим? Основополагающим, центральным мероприятием я считаю, что будет семинар учителей родного языка и круглый стол. Круглый стол в этом году мы планируем провести в режиме видеоконференции, то есть в работе круглого стола смогут принять участие не только педагоги, которые проживают в городе Наринмаре, но и все педагоги, все желающие, кто проживает в сельских населенных пунктах. Ольга Ефремовна, а какие мероприятия запланированы в сфере культуры, в частности, этнокультурным центром? Учреждения культуры как города, так и населенных пунктов округа активно, конечно, принимают участие в данных мероприятиях. И если взять план любого учреждения, конечно же, там уделяется большое внимание мероприятиям по сохранению и пропаганде ненецкой культуры, ненецкого языка. В нашем учреждении уже прошли несколько мероприятий в рамках этих дней. Первое мероприятие – это была встреча с интересными людьми. Герои этой встречи – Филипп Никитич Ордеев, известный мастер декоративно-прикладного творчества и также путешественник. И вторая героиня – это Екатерина Петровна Тайбарей. Она работает в Доме культуры поселка Красное, активный пропагандист, участница художественной самодеятельности, хранительница ненецкого языка и культуры, автор песен на ненецком языке, исполнитель традиционных песен. Но творчество ее многогранно. Мы знаем, что в этом году исполняется 20 лет самодеятельному театру «Иллипс», и они готовят к юбилею постановку очень интересную. Можешь немножко о ней рассказать? 18 ноября в Большом зале Арктика пройдет спектакль по мотивам произведения Пыли Пунуха и мотивам ненецких сказок. Пьеса называется Нярвей. Нярвей – главная героиня. Почему ее так зовут? Когда она родилась, личко у нее было светленькое-светленькое. А в идеале, конечно, такое имя в тундре давали светловолосым женщинам или светловолосым мужчинам. Кто принимает участие в этом спектакле и кто режиссер? Режиссер театра Лариса Анатольевна Горбанева. Это будет ее первая работа. Также руководителем театра с нового творческого сезона стала Александра Ивановна Сергеенко. Скажем так, это будет их дебют. Конечно, проводится большая работа перед показом. Практически каждый день они теперь уже собираются. Каждый день репетируем, что-то добавляем, готовим реквизиты. Все волнуются. Но, думаю, результат будет. И мы его увидим, еще раз напомню, 18 ноября, 18.00, в Большом зале Дворца культуры Арктика. Пожалуйста, приглашаю всех жителей округа. Приходите на спектакль. Поддержите театр «Иллипс», поддержите свою культуру и ненецкий язык. Спасибо. Мы знаем, что 4 октября во всех регионах страны впервые прошел этнографический диктант, в котором приняли участие более 90 тысяч человек. Вы принимали в нем участие? Да. Я тоже приняла участие. Мероприятие очень интересное. Было приятно, что в нем приняли участие и школьники, так и взрослые, и пенсионеры. Ну, массовость была. Вот на ваш взгляд, какие вопросы были самые сложные? Самые сложные, наверное, относительно культуры народов, которые рядом с нами не проживают. Хотя, конечно, мы всегда говорим, что наше государство многонациональное, да. И, конечно же, каждый житель нашей страны все-таки должен знать культуру народов, проживающих как рядом, так и по соседству. Это, конечно, очень важно. И, ну, я себя тоже поймала на этом, что мне надо подтянуть свои знания. Ну, я думаю, наверное, каждый сделал для себя какой-то вывод для дальнейшего своего развития как гражданина России. Вот когда организаторы подводили итоги, они пришли к выводу, что самыми сложными вопросами были вопросы о национальных языках и народных промыслах. Это, наверное, говорит о том, что люди зачастую не знают не только языки соседних народов, но и своих. Вот на ваш взгляд, какой самый лучший способ знать и изучать родной язык? Вот как вы думаете? Ну, во-первых, раньше, скажем так, в советский период, да, когда мы жили все дружно, рядом, мы знали, что у нас есть республики. Их было много. Проводились большие мероприятия. Я помню даже, Марина Мартыновна тоже, наверное, помнит, проводились такие массовые праздники, когда мы все переодевались в национальную одежду народов Советского Союза. Вот тогда, конечно, у детей была возможность познакомиться с культурами, да, народов, проживающих рядом. Всем это очень нравилось. Мы танцевали грузинские танцы, мы исполняли там армянские песни, да, помните? Ну, всем это мероприятие, конечно, очень нравилось. Ну, а теперь, наверное, каждый школьник, все грамотные, да, можно пользоваться соцсетями. Если кого-то что-то интересует, да, в принципе, ну, как бы, теперь уже каждый должен развиваться, наверное, сам. Я считаю, что изучение, даже, наверное, сохранение языка у нас должно идти из семьи. Язык должен, как бы, впитываться с молоком матери. Будет общение в семье, ребенок далее будет стремиться говорить на своем языке, изучать, узнать о своем языке, о своей культуре. И дальше будет пропагандировать свой родной язык. Вот лично вы изучали вот в семье язык? Да, я изучала, я родилась, да, в семье оленевода. Мама у меня педагог, но, может быть, по педагогическим соображениям, может быть, еще по каким соображениям. До семи лет я не знала ни одного русского слова. В школу я пошла, хорошо в школе были педагоги, знающие ненецкий язык. Ну, через месяца два мы уже спокойно говорили на русском языке. И общение у нас пошло уже на русском языке. Дома мы стали меньше говорить на родном языке. Общались мы в основном только когда выезжали в тундру. Поэтому я считаю, что хоть и в школе изучается родной язык, уделяется большое внимание, проводится масса мероприятий, но язык должен идти из семьи. А вот сейчас, когда вы живете в русской среде, как вам удается поддерживать уровень языка и не забывать его? Ну, сейчас общения, конечно, меньше. В силу обстоятельств мы все общаемся на русском языке, но стараемся. Когда я приезжаю к родителям, я общаюсь на родном языке. Очень часто я бываю в семейно-родовое общение ЯМТО. Уникальное общение, где общение идет только на ненецком языке. Вот там у меня хорошая практика, а там я говорю только по-ненецки. Там еще остались дети, которые... Есть дети, которые не понимают русского языка? Есть дети, есть, с которыми говорят только на ненецком языке. Родители общаются с ними на ненецком языке. Но это в основном дети дошкольного возраста. Детишки, которые идут в школу, они уже имеют представление о русском языке, скажем так, и уже могут общаться на русском языке. Но опять-таки большая вероятность, если они уедут в Наринмар учиться в школу, то они потеряют навык. Если и навык есть, я считаю, он не может быть потерян. Просто необходима практика, необходимо общение, необходимо создавать языковую среду в Наринмаре. Вот этноцентр у нас очень хорошо занимается этой пропагандой, популяризацией языка. У нас в округе существуют самодеятельные театры, где выступают только носители ненецкого языка, владеющие родным языком. Поэтому в городе тоже можно найти общение. А если говорить о преподавании ненецкого языка в школе, то как много у нас таких школ и вообще насколько он активно преподается? Изучение ненецкого языка в округе уделяется большое внимание. Ненецкий язык на сегодняшний день, в 2016-2017 учебный год, изучается в 12 образовательных организациях. Это значит у нас две школы в Наринмаре, санаторная школа-интернат и средняя школа имени Пырерки. И остальные школы находятся в населенных пунктах округа. Также в трех детских дошкольных учреждениях. Это детский сад поселка Нальминоз, детский сад поселка Бугрино и детский сад поселка Красное. Всего язык изучают более 700 ребятишек. Преподавателей ненецкого языка у нас на сегодняшний день тоже достаточно. По картотеке Ненецкого регионального центра развития образования в округе у нас 32 педагога, преподающих ненецкий язык. Но недостатка нет в педагогах? Недостатка нет в педагогах. Но в основном, сама я делала статистику, средний возраст педагога у нас, преподающего ненецкий язык, 47,5 лет. Уже взрослый человек. Но обучение учителей осуществляется у нас в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета Эмилия Герцена. В этом году у нас поступила девочка с Неси Бобрикова Маша, которая в совершенстве владеет ненецким языком. Есть в нее желание изучать ненецкий язык и вернуться в округ для того, чтобы работать в округе. Также в 2015 году приступили к работе после окончания учебного заведения у нас преподаватель Бобрикова Татьяна Ивановна в Усть-Каре. И ранее годом приступила к работе в школе поселка Багурино Варницына Ольга Ивановна. Это у нас молодые педагоги, которые вернулись в округ для того, чтобы далее изучать, сохранять наш язык. А если говорить об обеспеченности методическими пособиями и книгами, то здесь как ситуация обстоит? В этом отношении ситуация у нас более-менее в последний год, скажем, стабилизируется. До этого не хватало учебников, учебных программ. Но в прошлом году Департаментом образования, культуры и спорта ненецкого округа были приобретены учебники, учебные пособия для всех образовательных организаций, где преподается ненецкий язык. А есть ли необходимость выпускать новые, современные, усовершенствованные? У нас не так много людей, которые пишут, в частности, Роза Ивановна Конюкова. В 2014 году по программе сохранения развития коренных малочисленных народов Севера были приобретены учебники Розы Ивановны Конюковой. Это учебники по ненецкому языку для первого класса, для второго класса, методические рекомендации Розы Ивановны для учителей ненецкого языка. На сегодняшний день это достаточно. Ольга Ефремовна, вот теперь вопрос к вам. В регионе с 2007 года издается детский журнал «Пунушка». Его уникальность в том, что он двуязычный и содержит много материалов по ненецкой культуре. Кто над ним работает и как отбирается материал? Детский журнал «Пунушка» у нас издается с 2007 года. В этом году уже 10 лет мы отметили. С начала создания над журналом работает Любовь Викторовна Старькова, заведующая отделом литературного творчества этнокультурного центра. Ну, также я. И, конечно, есть у нас и помощники. Мы обращаемся к работникам культуры, также работникам сферы образования. Они предоставляют материалы, методические разработки, которые мы адаптируем и уже используем как материалы в журнале. Конечно же, мы стараемся, чтобы журнал был доступен детям, интересен. Учитываем возрастные особенности, да. И журнал у нас мы выпускаем в познавательной игровой форме стараемся. Там материалы как познавательного характера. Используем конкурсные задания, ребусы, сказки, стихи детские. Стараемся использовать побольше рисунков, рисунков самих детей. И, в общем-то... И в этом году даже к первому сентября издали специальный номер пунушки. Да, в этом году первоклассники получили замечательный подарок, красочное иллюстрированное издание. И, в общем-то, конечно же, он был подготовлен именно для первоклассника. Издание получилось хорошее, ушло на расхват. До сих пор люди спрашивают. Но вообще надо сказать, что журнал пользуется большой популярностью. Не раз отмечался грамотами и дипломами всевозможных конкурсов. Одобрен специалистами в области языка и культуры. Мария Яковлевна Бармич очень хорошо отзывается о нашем журнале. Учителя многих школ используют его. Ну, конечно, тираж небольшой для нашего округа. 700 экземпляров это, конечно, маловато. Первоначально он выходил экземпляром, тиражом, то есть 500 экземпляров. Но в дальнейшем, может быть, доведем его до тысячи. А какая еще литература издается? Может быть, художественная, проза, поэзия? Значит, у нас в этнокультурном центре есть такой интересный исследовательский проект «Яд Маковна». Он уже работает у нас третий год. В 2015 году мы побывали в населенных пунктах НЕСЬ, ОМА, с целью сбора фольклорного и этнографического материала. И материал уже обработан. Сейчас мы ждем уже возвращения книги. Если будет все хорошо, то в декабре у нас запланирована презентация книги по материалам исследовательского проекта «Яд Маковна». Очень интересный проект, наверное. Расскажите поподробнее, как проходило исследование и кто носители вот этой вот традиционной культуры, этого фольклора. Значит, у нас приняло участие в этом проекте 21 информант. Основным информантом по языковому материалу является Коньяков Василий Анангевич, житель села НЕСЬ. Когда мы собрались туда, я, конечно, очень волновалась и переживала. Потому что нам всегда кажется, что у нас недостаточно, скажем, сведений или же материалов по нашей культуре, по языку. Мы как-то всегда к себе так относимся, да, что мало людей знает. И вот с такой, скажем, немножко настороженностью мы приехали вниз. Но когда мы собрали людей, и когда я увидела, что люди хотят работать, и у них есть чем поделиться, ну, была, конечно, приятно удивлена. Особенно порадовал меня Василий Анангевич, который был готов работать, был готов записываться целый день. Мои помощники, Александра Фомина и у нас был молодой человек, оператор из города Иваново, в какие-то моменты они уставали. Я видела, дело в том, что материал полностью записывался на ненецком языке. Общение происходило только между нами. И, конечно же, но я поразилась его работоспособности. И благодарна ему, пользуясь моментом, хочу еще раз поблагодарить Василия Анангевича. И если будет возможность, мы, конечно, еще раз, может быть, съездим или же пригласим его в Наринмар и запишем, дополним. А какие уникальные знания удалось узнать от него, от носителя, вот этой традиционной культуры, что необычно, вот чего не знали? От Василия Анангевича мы записывали фольклорный материал. Это старинные песни, сказки. Когда наши материалы были направлены Марии Яковлевны Бармич, она является научным редактором этой книжицы, я тоже волновалась и переживала, потому что она мне сказала, что Василия Анангевича ранее записывали специалисты из Финляндии, и часть материалов у нее была уже на обработке. Я переживала, что, возможно, это то же самое. Но когда Мария Яковлевна мне позвонила и сказала, нет, это материалы другие, и это, конечно, меня порадовало. Все-таки Василий Анангевич, значит, постарался материалы нам дать уже новые, скажем так. А вот эти вот песни, которые, тексты он вам дал, они потом в дальнейшем будут где-то использоваться? Может быть, для постановки каких-то номеров творческих в том же Иллипсе? Надо сказать, что фольклорные материалы, они идут на ненецком языке, со слов информанта, причем это носители Канинского говора, и песни и сказки, они все на Канинском говоре. Но параллельно идут переводы. Есть переводы, что очень удобно, да, и этим материалом могут воспользоваться как узкие специалисты, да, как и специалисты в области культуры, при использовании его как репертуарного материала, да. Также, конечно, и учителя могут ими воспользоваться и давать его детям как текстовые материалы. Конечно, работа проведена большая, мы на этом не останавливаемся. И есть у нас еще материалы на видеонасетелях оформленные, они не расшифрованы еще. Я расшифровывала только диктофонные записи, вот, и я думаю, что мы будем их дополнять, и, возможно, где-то, ну, года через два или три, если будут финансовые средства, да, мы его дополним. Но также у нас по этому проекту запланирована поездка в общину Ямпто. Мы хотели бы пообщаться с носителями ненецкого языка, и этим летом нам не удалось. Вот, думаем, что если будет все хорошо у нас в стране, мы поедем. Носители есть, есть с кем работать. Возможности у этнокультурного в плане вот трудовых ресурсов есть. Так что я думаю, что работа будет, да. Мария Мартыновна, какие сегодня принимаются законы вот в части сохранения ненецкого языка? В 2013 году в округе принят закон о ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа, который гарантирует права граждан Ненецкого автономного округа на изучение языка, сохранение языка, использование языка в различных сферах нашей жизни. Также для обсуждения актуальных проблем, проблем, которые существуют у нас при изучении языка, при сохранении языка, при его распространении. При департаменте региональной политики создан экспертный совет по ненецкому языку. В законе об образовании ненецкого автономного округа установлен ряд положений, которые гарантируют право граждан на изучение ненецкого языка, на право выбора языка, преподавания языка, воспитания. И, значит, еще язык у нас используется в средствах массовой информации. Это, значит, у нас раз в неделю в общественно-политической газете Нарина Вендер выходит страничка на ненецком языке «Ялунт». Две полосы у нас на сегодняшний день. И с августа 2016 года, согласно закону о ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа, эта страничка переводится еще и на русский язык. Также в апреле этого года принята концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов севера в Ненецком автономном округе на 2016-2025 годы. И в плане реализации концепции отдельной строкой заявлено о необходимости создания условий для активного распространения языка, достижения коренными малочисленными народами севера, высокого владения родным языком. В рамках реализации закона об образовании Департаментом образования культуры и спорта принимаются подзаконные нормативно-правые акты, которые направлены на поддержку преподавания родных языков в национальных школах округа. Давайте вернемся к теме сохранения языка. Какие еще мероприятия на культурном центре проходят для сохранения родного языка? Одно из приоритетных направлений работы в области сохранения и развития ненецкой культуры работа с семьей. В общем-то, мы стараемся все мероприятия проводить таким образом, чтобы принимала участие вся семья. Марина Мартыновна говорила о роли семьи. И если взять такие мероприятия, «Мят Теран Вада» — «Язык в моей семье». Затем у нас есть мероприятие хорошее тоже, «Супергерой из стойбища», в котором принимает участие вся семья от мала до велика. На этих мероприятиях мы проводим конкурсно-игровые задания, связанные с ненецким языком, с ненецкой культурой, этнографией в целом. И они показывают, что они интересны детям, когда они вместе с родителями бок о бок разговаривают, общаются на родном языке. Спасибо, Марина Мартыновна, Ольга Ефремовна, что пришли к нам в студию. Арковато, спасибо. Дорогие жители округа, любите, берегите, сохраняйте ненецкий язык. Я напомню, что сегодня у нас в студии были главные консультанты Дела по делам коренных малочисленных народов Севера, Комитета по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной политики Департамента региональной политики Марина Мартыновна и заместитель директора Этнокультурного центра Ненецкого округа Ольга Латышева. И сегодня в студии мы говорили о сохранении родного языка в Ненецком округе. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова